всем привет меня зовут сергей никонов в прошлом уроке мы создали простую страницу взгляните на ее еще раз сейчас у нас весь вот этот контент который существует на данной странице растягивается на всю ширину и состоит из одного блока если мы откроем любой сайт мы увидим что сайты состоят как правило из разных блоков как мы можем ограничить ширину нашего контента достигается это тегом div давайте посмотрим на практике откройте ваш код из прошлого урока у меня он уже здесь открыт вот наш этот текст добавьте после тега body открывающий тег div и в конце после закрывающего тега параграф добавьте закрывающий тег div и здесь немножко отформатируем насколько вы помните это делается кнопкой tab чтобы у нас код выглядел хорошо и был удобно читаемый сохраняем посмотрим результат обновим страницу как вы видите ничего не изменилось но в структуре документа мы сгруппировали вот эти вот все элементы давайте сейчас попробуем изменить ширину нашего блока то есть чтобы он был вот не такой большой а скажем 300 пикселей как мы можем повлиять на ширину блока контента для этого существует css то есть это каскадная таблица стилей кстати если в объявлении работе вы видите фразу знание верстки знаете что работодатель имеет ввиду html и css с помощью css мы можем оформить нашу html страницу как пожелаем для того чтобы ограничить ширину блока нужно задать нашему div который мы только что создали так называемый класс пишется он так класс равно для того чтобы понять что такое класс для элементов в css я приведу аналогию все мы друг друга называем по именам здесь тоже самое мы даем имя нашему блока для того чтобы могли к нему обратиться и задать ему какое-либо поведение назовем наш класс контент сохранимся если вы еще раз обновите страницу вы также не увидите никаких изменений потому что мы еще не указали нашему div с классом контент как он должен себя вести для того чтобы задать стиль класса контент мы можем написать на нашей странице такую запись то есть сейчас мы введем новый тег называется этот тег style пишется он так и вот здесь уже будем писать непосредственно наш css давайте напишем точка контент такие вот открывающие скобки ждем на enter здесь напишем ширину нашего блока пишется ширина так и зададим ему ширину 300 пикселей отлично и Давайте рассмотрим подробнее, что же мы написали. Мы поместили на нашу страницу еще один тег style, между тегами style можно писать CSS стиле. Точка обозначает, что мы задаем стиль для сущности класс, так как помимо класса в верстке есть еще и id, то есть мы можем написать вместо слова class равно content, вот здесь вот, можем написать id равно content. Но есть один нюанс, элементов div с классом content может быть сколько угодно на странице, а div с id content может быть только один, именно это отличает класс от id. Более подробно о том, как работать с id мы будем говорить в модуле javascript и jquery. Вернем назад слово класс. После точки мы написали название нашего класса, которым мы хотим прописать стили. Далее мы открыли фигурные скобки и между фигурными скобками задали эти стили. На данный момент мы указали, что ширина div с классом content должна быть 300 пикселей. А сейчас сохраните и посмотрите на результат. Обновим. Как вы видите, наш контент стал шириной в 300 пикселей. То есть видите, он так вот сузился. А сейчас давайте попробуем с помощью CSS разукрасить наш блок. Для этого в стиле класса content допишите background color green. Заметьте, что когда вы пишете новый стиль какой-либо, нужно в конце ставить точку с запятой. Сохранимся, посмотрим результат. Как вы видите, фоновый цвет нашего блока с классом content стал зеленого цвета. С каскадной таблицей стилей более плотно мы начнем работать в следующем модуле. А сейчас продолжим изучать HTML и его теги. Следующий элемент это тег span. В отличие от блочного элемента div, параграф и заголовка, span является неблочным элементом. Для того, чтобы понять разницу между блочным элементом и неблочным элементом, давайте попробуем поменять цвет некоторых слов. Для примера давайте сгруппируем некоторые слова между тегами div и div. Background color сейчас уберу. Выделим слова красным цветом британскими учеными. С помощью блочного элемента div, чтобы понять разницу. Здесь закрывающий тег. И добавим ему класс. CSS пропишем для него стили. По аналогии с прошлым элементом. И напишем color red. Сохранимся, посмотрим результат. Как вы видите, слова у нас выделились британскими учеными красным цветом, но сама верстка развалилась. Для того, чтобы верстка у нас не разваливалась, нам нужно использовать неблочный элемент, такой как span. Замените ваш div на span, а класс не меняйте. Сохранимся, посмотрим результат. Как вы видите, сейчас у нас выделилось слово красным цветом, тот блок, который мы выделили, span. И верстка у нас не развалилась. Это и есть отличие между блочным элементом div и неблочным элементом span. Домашнее задание. Создайте два блока с помощью тегов div и заполните их контентом, как у меня. То есть вот так вот, чтобы у вас было два блока. И текст вы можете взять из текущего урока. И второй блок вот такой вот с background зеленым. На этом урок окончен. Субтитры создавал DimaTorzok